приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня мы поговорим об обновлении прошивки нашего контроллера для управления климатической камерой для тех кто впервые попал или увидел это видео и интересуется постройкой климатической камеры вот здесь от правом верхнем углу будет всплывающее окошко на плейлист в котором я подробно рассказываю как переоборудовать обычный холодильник полноценную климатическую камеру для созревания сыров и колбас также там есть инструкции и ссылочки на сборку самого дешевого устройства из китайских запчастей которая сможет помочь переоборудовать холодильник в примитивную климатическую камеру несколько лет назад мы разработали два устройства для управления климатической камерой это климат 1 и 1 и климат 1 и 2 две версии одна другой отличаются только наличием подсоединения к сети интернет и внешнего приложения которое собственно говоря значительно упрощает жизнь колбаснику или сыроделу используя приложение о приложении поговорим чуть позже вы можете удаленно не только контролировать все процессы в вашей климатической камере но также и менять настройки в соответствии с какими-то определенными вашими параметрами и пожеланиями вот с такими контроллерами последние два года в моих климатических камерах без моего присутствия созревали сыры и в том числе даже созрел хамон я постоянно с помощью приложения мог контролировать условия в климатической камере менять их зависимости от сезона зима-лето что-то подстраивать и в результате мы получили отличный как хамон и кстати это видео тоже скоро выйдет на канале там где мы показываем рецептуру и показываем конечный результат который вот только доезжает к нам сегодня же друзья мы поговорим о новшествах которые мы внесли в этот контроллер мы глобально обновили программу и внесли много интересных фишек и кстати полное видео с обзором контроллера тоже есть плейлисте ссылочка на который была в всплывающем окошке также друзья мы изготавливаем еще очень много контроллеров и в частности вот это вот оборудование для климатической камеры можно приобрести в интернет-магазине крафт-стор ссылка будет в описании ролика крафт-стор самый большой в украине супермаркет и товаров интернет-супермаркет товаров для домашнего крафта у нас вы можете приобрести оборудование для винокурения оборудование для сыроделия и для колбасирования но сегодня мы говорим о контроллере для климатической камеры изменения совершенно одинаковые версии 1 и 1 и версии 1 и 2 эти версии контроллеров вы найдем вы найдете также по ссылочке описания контроллеры отличаются наличием вай фай и отсутствием то есть контроллер 1 и 1 управляется с помощью четырех кнопок с экрана контроллер 1 2 управляется соответственно из приложения и основное одна из основных наших новшеств мы создали два приложения для android и для iphone которые можно скачать по запросу первак вот он на экране непосредственно в play маркете и в appstore также вот друзья на экране вы видите виртуальный серийный номер приложение активируется по серийному номеру и поэтому виртуальному номеру вы можете уже не покупая контроллер скачать приложение и ознакомиться с его возможностями то есть если раньше у нас был только веб-интерфейс и камере можно было подключиться через браузер теперь мы имеем полноценное приложение которое я вам покажу чуть позже следующее новшество касается больше технических моментов мы зафиксировали несколько ошибка ошибок в алгоритмах в том числе часто и включение выключение холодильника зафиксировали эти ошибки и устранили их поэтому владельцы контроллеров климатических камер старой версии прошивки могут совершенно бесплатно перепрошить их сейчас до новой версии для этого надо обратиться в контакты интернет магазина соответственно и вы вам будет предложено либо отправить свой контроллер к нам мастерскую мы его соответственно перепрощем для до последней версии либо же вам будет предложено купить программатор и мы сможем перепрошить вам контроллер удаленно следующее новшество которое появилось в новой прошивке это мультиязычный интерфейс теперь и в приложении и на самом экране контроллера доступны три языка украинский английский русский соответственно вы можете их переключать и выбирать по своему по своему пожеланию скажем так теперь я давайте открою приложение и покажу вам еще одно важное новшество кстати друзья если вы не знали наше приложение может управлять большим количеством вот так вот оно выглядит сейчас посмотрите на экранчике вот первак и вот логотип у меня за спиной может управлять большим количеством устройств то есть если у вас есть автоматика для дистилляции и ректификации если у вас есть автоматика для климатической камеры другие наши автоматики все это можно собрать в один пул в одно приложение и наши системы отопления также заходим в тестовую камеру на которой я создал профайл и видим что здесь мы можем переключать охлаждение либо нагрев и выключать этот процесс также можем управлять увлажнением осушением циркуляции воздуха внутри камеры продувкой кварцеванием также есть специальные кнопки для тарировки датчика который мы используем вот такой вот высокоточный и очень быстродействующий датчик который считывает температуру и влажность внутри камеры соответственно на силиконовом проводе он ставится внутри как камеры единственное условие чтобы на этот датчик не попадала вода напрямую он боится попадания воды и если датчик где-то показывает вне соответствии с вашими с вашим доверенным термометром вы можете здесь в приложении соответственно это подкорректировать верхней части экрана вы можете поменять язык соответственно английский украинский русский какой вам удобней таким языком можете и пользоваться и третье глобал глобальное новшество которое мы ввели это график температуры верхние три точечки нажимаем и мы попадаем на график температуры который сохраняется последние 24 часа когда наступает 25 1 час стирается и таким образом мы видим актуальную ситуацию в климатической камере на протяжении прошедших суток то есть мы можем растянуть этот график чтобы увидеть как менялась температура в какое точно время если видите вот здесь в второк 30 квитня 0509 вы можете посмотреть какая в данный момент была вашей влажной вашей камере влажность и температура и вот так кстати выглядит график идеально настроенной и идеально работающие камеры собственно говоря включается охлаждение соответственно понижается влажность включается увлажнитель который пытается повысить влажность и если он справляется то повышает и график у нас выглядит в виде вот таких вот двух совершенно одинаковых синусоид соответственно если эти синусоиды не одинаковые то надо искать причины в настройке камеры ну вот собственно говоря для того чтобы вернуться на главный экран нажимаем опять три точечки главное и попадаем на главный экран управления с этим все и давайте я вам коротко покажу как все эти настройки можно сделать с экрана конечно же с экрана для версии 1.1 графики недоступны а вот язык поменять вы вполне себе можете и прежде чем я вам покажу настройки хотелось бы более подробно познакомить вас с контроллером контроллер выпускается пластиковом корпусе и кстати на этот на это устройство действует бессрочная гарантия первый год мы осуществляем безусловную гарантию и в любом случае отремонтируем устройство и даже оплатим его транспортировку в мастерскую по окончании первого года эксплуатации транспортировка ложится на ваши плечи а ремонт остается бесплатным если он гарантийный и если прибор не потерпел исключение из гарантии есть конечно же это залитие прибора и механические повреждения прибор имеет четырехстрочный экран четыре кнопки управления датчик температуры и влажности на задней панели данный прибор это версия 1.2 соответственно имеет кнопку включения выключения индикатор работы вай фай антенну вай фай кнопку сброса вай фай и разъем для подключения датчика температуры и влажности также прибор 4 розетки для подключения устройств каждая розетка маркированная имеет надпись что сюда включается и ограничение по мощности соответственно кварцевая лампа 200 ватт а осушитель 200 ватт холодильник или нагреватель один киловатт 1000 ватт вентилятор проветривания 200 ватт увлажнитель 200 ватт и вентилятор внутренней циркуляции 200 ватт и теперь давайте посмотрим на настройки прибора с экрана все управление совершенно логично и не имеет никаких сложностей кнопочка enter которая приводит вас меню верхней части экрана мы видим статус всех шести устройств которые подключены к автоматике также на главном экране мы видим температуру фактическую настроенную и влажность фактическую настроенную статус подключения к вай фаю и соответственно т минус это охлаждение т плюс это будет нагрев если функция мигает значит она включена и данном случае работает если функция не мигает допустим кварц значит она включена но в данный момент не работает и если функция не отображается на экране то она отключена далее заходим в меню и кнопочкой enter мы можем передвигаться по меню меняя любой параметр кнопочками вверх или вниз после того как параметр изменен также кнопочкой enter мы можем передвигаться по меню в котором можем устанавливать параметры для каждого устройства время включения время выключения и остальные параметры гистерезис и и так далее опускаемся по меню в самый низ кварцевание у нас последняя функция далее корректировка температуры корректировка влажности код автоматики который нужен для того чтобы подключить автоматику к интернету и кстати давайте сейчас правом верхнем углу размещу видео инструкцию о подключении автоматики к интернету видео инструкция относится к автоматике первак для винокурения но алгоритм подключения автоматики к интернету и автоматике приложению совершенно одинаковые и вот здесь вот мы можем поменять язык интерфейса то у нас последняя функция соответственно украинский английский и русский язык какой вам будет удобней после того как мы выбрали язык соответственно зажимаем кнопку назад на три секунды и попадаем на главный экран остается лишь добавить что за последние пять лет данный прибор зарекомендовал себя как очень надежное устройство да я не буду отрицать случаются гарантийные случаи и мы на все гарантийные случаи реагируем и все приборы ремонтируем в очень короткие сроки если с вашим прибором что-то случился опять же таки обращайтесь к менеджерам интернет магазина крафт стор они вам дадут адрес для отправки приборов гарантийную мастерскую что же касается моего личного опыта то как я уже сказал два года двух климатических камерах у меня созревали хамоны и сыры я онлайн с помощью смартфона видел ситуацию в климатической камере и соответственно смог не допустить порчи этих продуктов а хамон который в результате созревал у меня почти три года получился очень классный поэтому обязательно подпишитесь на канал скоро выйдет видео о этом хамоне там получился просто шедевр хамон который созревал три года это было очень круто причем я ожидал что он будет дубовый а мясо получилось очень классная очень мягенькая и я даже не поверил что это действительно сделал я друзья на этом у меня все ссылочка на данный прибор в описании ролика также на крафт сторе есть подробная инструкция и все видео обзоры спасибо большое за внимание оставайтесь с нами всего доброго пока